Всем привет, мои хорошие! Что это было? Всем привет, мои хорошие! С вами Айка Эмири, и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодня у нас с вами будет мукбанг. Я буду кушать вот такие вот хрустящие вкусняшки. Тут у меня соус. Это от Слобода, обычный соус Цезарь. Их я, кстати, готовила на своем кулинарном канале. Вот, даже разломила, чтобы вам показать. Канал называется iCook. Чтобы узнать рецепт этого прекрасного блюда, которое готовится всего за 5 минут, вам необходимо перейти по ссылке в инфобоксе на мой кулинарный канал. Это мое первое видео. И, если честно, мне очень-очень волнительно. Я очень прошу всех вас подписаться на мой новый канал. Может быть, для вас эта мелочь, для меня безумно приятно. Я буду очень стараться выпускать видео каждый день. Но посмотрим, как получится по времени. Но я буду стараться. Сначала у меня появилась идея готовить и есть в одном ролике. Потом я подумала, что это можно разделить, потому что не всем интересна именно готовка. Люди, например, подписались из-за мукбанков. И, может быть, им совершенно неинтересно смотреть, как я готовлю. Я решила создать еще один канал. Я вам уже говорила про это. И даже название этого канала, iCook, мне придумала подписчица из моего инстаграма. За что ей огромное спасибо. Нереально вкусно готовится быстро. И выглядит так аппетитно. На самом деле, очень боялась заливать это видео. То есть, боялась, что на нем не будет просмотров. Я надеюсь, что вы меня поддержите. Вот так вот выглядит изнутри. Я даже не знаю, как правильно называется это блюдо, но это реально очень-очень вкусно. Сегодня, вообще, у меня был очень неплодотворный день. Весь день я смотрела фильм. Очень-очень просто интересный. Фильм называется «Однажды в Америке». И он идет 3 часа и, по-моему, 40 минут. Почти 4 часа. Но он того стоит. Если вы не смотрели, то обязательно посмотрите. Но он 18+, правда. Но все же. Также я сегодня пошла к Фате, но не снимать видео, а забрать заказ косметики. Как всегда, она заказывала просто кучу всего. Я все-таки являюсь шипоголиком. То есть, например, вещь мне не нужна. Но я вижу, что какие-то скидки и так далее. Вот в данном случае то же самое было. Кто не знает, сейчас на сайте Revolution Beauty очень хорошие скидки. И любители косметики меня поймут, когда на палетку 70% скидка. Тогда Айка покупает ее 4. Зачем? Непонятно. Накупила косметики. Сейчас вот думаю, снимать вам обзорчик или нет. Даже если буду снимать, скорее всего, буду снимать для Инстаграма, не для Ютуба. Скорее всего, проведу опрос среди вас. И узнаю, вам интересно это или нет. Вообще, сейчас мукпанг снимать не собиралась. Мы просто сняли видео для канала Айкук. Я просто не удержалась. Я думаю, не, обязательно надо мукпанг тоже снять. Вот сейчас, когда я уже все съела, я вспоминаю про то, что я не сделала обложку. Гениально просто. Погода у нас в Баку в последнее время вообще радует. Знаете, ни жарко, ни холодно. Я обожаю такую погоду. Хотя не люблю осень. Вкусно. Осталось 5 штук. Обожаю свежие огурчики, помидорчики. Обожаю какой-то соус. Если даже блюдо очень вкусное, мне обязательно надо куда-то это все дело макать. Давайте сегодня поговорим на такую тему, как создание канала, вообще блогерство, плюсы, минусы и так далее. Я сейчас посмотрела очень много вопросов именно касательно этой темы. Я вам скажу так. Узнаваемость меня на улице с каждым днем растет. Мне это, конечно, очень нравится, но есть также и минусы этого. Например, если я заведу отношения, у меня появится какой-то парень, я захочу, чтобы никто не знал об этом. Это будет нереально. Потому что хочешь, не хочешь, с парнем ты будешь идти в какие-то общественные места, и тебя там будут узнавать твои подписчики. И в следующем видео, когда ты скажешь, слушайте, у меня нету парня, тебе все скажут, а мы тебя видели уже сто раз. Таким образом твоя жизнь становится достоянием общественности. И еще учитывай тот момент, что в Азербайджане очень мало блогеров, тем более русскоязычных, по пальцам просто пересчитать. Это еще не настолько развито здесь, поэтому очень часто узнают. Особенно, кстати, когда мы с Фатти вместе, это вообще трэш. Иногда бывает, я иду, вот прям по молу прошлась, не знаю, на торговой была, вроде день, да, и никто меня абсолютно не узнал. А иногда бывает день, я выхожу из дома, и где-то раза три, у меня был рекорд, три раза меня узнали. То есть в один день три человека подошли ко мне. сказать, вот просто однозначно, да, блогерам быть круто, клево, нельзя, потому что есть много таких, знаете, сторон. Например, сегодня ты блогер, тебя смотрят, ты актуален в Ютубе. Завтра не дай бог может быть такое, что твои видео не будут просматриваться. А ты, например, всю свою молодость посвятил Ютубу. А что делать потом? На мой взгляд, Ютуб нужно воспринимать просто как хобби, не более. Вообще, я вам так скажу, это какая-то, мне кажется, даже зависимость. В последнее время я не могу просто оторваться от телефона. Например, я делаю в своем шкафчике порядок. Что я делаю? Я включаю, не знаю, какой-то влог чей-то, либо программу «Пусть и говорят», ставлю ее на фон и начинаю убираться. Например, прием пищи. Я сижу кушать, ставлю какого-нибудь мукбанкера и начинаю есть. То есть, Ютуб – это просто часть моей жизни. Я не только человек, который снимает видео, я еще очень активный зритель Ютуба. Обожаю. Просто нереально вкусно. Следующий вопрос мне часто пишут в комментариях и вообще люди, которые смотрели мои видео, где я делаю зачистки и так далее. Люди говорят, что отдавай вещи, которые тебе не нужны, зачем ты все это выбрасываешь. На самом деле, это правильно. Вообще, решила, что отныне, когда я буду делать какую-то зачистку. Я буду предлагать эти вещи своим подписчикам. Ну а вдруг кому-то нужны эти вещи? Зачем я буду это все просто выкидывать? Я буду предлагать вам в инстасторис. Ну это естественно. Если будут желающие, я буду отдавать их вам. Ты долго монтируешь видео. Все зависит от ролика, от формата ролика. Например, в логе монтировать намного дольше, чем мукбанки. Но иногда бывают мукбанки, где мне нужно вырезать, например, каждый момент. Осталось всего две штучки. Айка, привет! Скажи, пожалуйста, в чем секрет твоих прямых и длинных волос? Нет никакого секрета. Это просто генетика. У меня всегда были прямые волосы. Вы знаете, у нас у женщин, наверное, у всех так. У кого прямые волосы, они хотят закудрявить их. У кого кудрявые, срочно нужно распрямить. Например, у Фати кудрявые волосы. Они так волнистые, они очень пышные. У меня закончился соус. Так, сюда. Еще, кстати, я знаете, о чем подумала? Вот я всегда беру вопросы из своего инстаграма. А у меня есть зрители, у которых вообще инстаграма нет. Правильно? Поэтому под этим видео задавайте свои вопросы к следующему видео. Но... задавайте такие вопросы, которых не было в прошлых видео. что-то, ну, необычное. Какой вопрос вы не слышали на моем ютуб-канале? Можем даже несколько вопросов. Просто часто я вижу комментарии, где девочки мне пишут, что у меня нет инстаграма, куда мне задавать вопросы. Подпишите под этим видео. у меня здесь вишневый сок. Я уже доедаю. Вообще, я обожаю это сочетание голландского сыра и лаваша. Мне кажется, это просто идеальный завтрак. Хотя я это ем на ужин, но да ладно. чтобы ничего не оставить. Все. Да, конечно, наедаться на ночь это нехорошо, но кто сказал, что я наелась? Я всего лишь перекусила. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Обязательно подписывайтесь на канал iCook. Мне будет очень-очень приятно. Как раз-таки сейчас мне очень нужна ваша поддержка на этом новом моем канале. Если вам нетрудно, посмотрите этот ролик несколько раз, если у вас есть время. И обязательно подпишитесь. А на этом все. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это было так, то обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. А с вами была Эйка Эмили. Желаю вам удачного дня, приятного аппетита. Всем пока!